Нельзя! Нет! Научилась запрыгивать в бассейн сама! Находит неглубокие места, делает передышку и плывет дальше! У Васьки приступ. Сейчас устроим небольшую дегустацию. А всего у меня их семь. Скрытая камера стояла там очень долго. Но в конце концов это опять случилось. Аня, у тебя же новая машина, ты нам не рассказала. Действительно. Софи пытается выстрелить из ружья. Огромные вообще, капец. Мое утро начинается с того, что меня будут собаки. Вообще я стараюсь просыпаться часов в 6. Но в последнее время мой режим сбился и я встаю намного позднее. Я иду умываться, а киса Алиса в это время постоянно мне мешает. Даже сходить в туалет. Обязательно проверяю как там муравьишки в своей ферме и наливаю им водички. А недавно я поставила себе цель 3 миллиона подписчиков на канале. Как только я их наберу, я наконец-то заведу нового питомца. И ты можешь прямо сейчас помочь сбыться моей мечте. Сделав свою красную кнопочку подписаться серой. Потом я первым делом иду выпускать собак на прогулку. Привет, я Анимэджик. Со мной тут мои питомцы. И сегодня мы с вами проведем вместе целых 24 часа. А еще кое-кто из этих маленьких пушистиков вытворяет кое-что очень ужасное в их комнате. Поэтому мы поставим маленькую скрытую камеру. И увидим сегодня с вами, кто же это делает. Я очень надеюсь, вам понравится новый формат. У нас тут куча рабочих. И когда они размечали дорожки для сада, они вот сделали здесь такую сигнальную ленту. И я воспользовалась моментом и стала учить Мишку перепрыгивать через препятствия. Кто знает моих собак, тот в курсе, что Мишка единственная у нас. Кто не умеет этого делать, давай. Мне кажется, у нее уже получается. Она повторяет за девчонками. То есть для Юми и Софии это вообще элементарно. Вот молодец. Молодец. А у меня потихоньку проходит насморк после долгой болезни. И что же это значит? А это значит, что совсем скоро мы отправимся в большое водное путешествие по реке на вот этой вот махине. Но нам нужна ваша поддержка. Я вижу, какие вы крутые. Каждый раз вы собираете просто тысячи лайков. И я до сих пор не перестаю удивляться. Так давайте и в этот раз подорвем Ютуб этим видео, собрав на нем столько лайков, чтобы мы поскорее отправились в наше большое плавание. Вы же можете? Мы вас верим. Сегодня мне привезли булочки свежие, вкусненькие. Так что сегодня я буду завтракать чайком с булочками. А вы напишите в комментариях, как завтракаете вы. Собакам приготовила вчера вечером такие самодельные вкусняшечки. Да, они тоже здесь будут кушать. Так, ну уборку мы начнем с моей комнаты, потому что здесь самые основные покупки. Я покажу, как я все здесь обустроила, потому что здесь вообще ничего не было. Тут у меня стоит, кстати, робот-пылесос, который убирается вот здесь вот и в другой части дома. Это роборок из 5 макс, он прям новенький. Если бы не робот-пылесос, я не знаю, что делать, потому что с ним уборка вот дома, в котором живет 5 животных, а всех от них шерсть, плюс дом загородный, и с улицы всякий мусор тащится. Она реально гораздо легче. То же самое говорят мои друзья, например, которым я подарила пылесос. Они тоже говорят, что это Алиса отдерет ковер, убью. Не дери ковер. Если бы вот у меня была квартира, как эта комната, да, 30 с лишним квадратных метров, то вообще не было бы никаких проблем, как как раз у моих друзей. Смотрите на Алису, Алиса с ковром играется. Это спасение. Всем, кому оно нужно, я ссылочку в описании оставлю, где я его покупала. Напишу там все в описании, проверяйте, читайте. Кстати, давайте его сразу запустим, а я пока что буду рассказывать и показывать, что у меня тут по шкафам. Как вы видите, здесь появился огромный, просто огромный шкаф, который я сама собрала своими руками полностью. Самое реально классное, это то, что у него есть приложение, но прям вообще огонь. Ну, то есть, из приложения можно полностью им управлять, то есть, вот тут все видно, но самое прям вообще огонь. Это карта, которую он составляет, карта дома, карта его уборки. Кстати, смотрите, что питомцы вообще уже на него не реагируют, то есть, они уже его видят часто и к нему привыкли, никак вообще не обращают внимания на то, что он убирается. Смотрите, вот здесь разные режимы можно настроить, у меня на разные помещения разные режимы. То есть, стандарт, турбо, максимум, бесшумный и количество воды тоже можно регулировать. И мне нравится, что у него в приложении все видно, там, сколько он убирается, зарядка, время, можно его отправить обратно домой, можно паузу поставить, режимы настраивать, карту редактировать. То есть, все делается в приложении, ему вообще, получается, не нужен никакой пульт. Короче, вот по этой карте дома он у меня катается везде и прибирается. Гостиная, кухня, кладовка, коридор, и везде стоят разные режимы у меня. У меня в этой комнате большой вот этот ковер, и у него есть режим чистки ковра, то есть, тут всякая шерсть, пыль накапливается, и он его чистит более тщательно. Но у меня стоит режим без швабры, то есть, ковер он не моет, он его просто чистит, а пол вокруг он именно моет с водичкой. Еще прикольно, что можно ставить запретные зоны. Вот, например, у меня вот тут вот красный квадрат, я ему поставила, и он туда, в ту сторону не ездит. Здесь стоит барабанная установка в углу, смотрите, я стучу, и ничего не происходит. Все потому, что это электрические барабаны, и они подключаются к колонкам, и только тогда они начинают звучать, но звучат вообще как настоящие. Эту часть комнаты я ему запрестила убирать, и он просто как бы ее не видит вообще. А здесь вот у меня стоит невидимая стена, чтобы он тоже через нее не проезжал. Это вот эта часть, потому что тут стоит свет и вообще всякие провода. Я не хочу, чтобы он его задевал, чтобы дергал какие-то провода, поэтому здесь такая стена, за которую он тоже не заезжает. Это плоские такие панели, практически не занимают места в этой панели. Это колоночки, их две, они стоят на таких больших подставках. На самом деле, это мониторы самые настоящие. Я хотела, чтобы у меня был классный, очень крутой звук, чтобы заниматься музыкой для себя в первую очередь. И узнала именно в тот момент, что оказывается, есть вот колонки, колоночки какие-то, которые могут стоить типа и 30, и 40 даже тысяч. А есть мониторы, которых дешевых вообще практически нет, а хорошие мониторы могут стоить от 50 тысяч за одну только штуку. У меня в столе тоже, как у маньяка, все очень так вот прям организовано. Такие штучки силиконовые, где все распределено, где что лежит. Это мое рабочее место, тоже очень минималистичное. Здесь чаще всего стоит один-два цветочка. Вот такие вот у меня специальная такая подставочка для наушников тут. Музыкальная карта как раз. Быстренько пыль пропылесошу, потому что, в принципе, на полу тут уже наш роборок убирается. А, кстати, это тоже роборок, только не из 5, а аж 6. И мне он очень нравится, потому что он мега легкий. У меня просто до этого был другой пылесос, он был очень тяжелый, у меня прям рука уставала его держать, а от этого вообще не устает. Напишите вот в комментариях у вас, да, как часто вы делаете уборку, насколько быстро у вас загрязняется все. У меня почему-то очень быстро. Ну, понятно, я еще кушать люблю за компьютером. А, еще вот эта штука очень прочная. Я его сама, если честно, несколько раз роняла, и с ним ничего, пока все нормально, все, ничего не случилось. Ну, я рукожоп. Синтезатор, оно тоже электрическое, то есть вы его не слышите, пока его не включишь в розетку. Беленькое, я всегда мечтала именно о беленьком цвете, тем более здесь все такое светлое, кроме вот этой части технической. Раньше, например, да, я убирала пыль сама руками, влажной тряпочкой, и это было тяжело, потому что пыль бесконечно размазывается. А сейчас я просто вот так вот раз, и все, я все пылесошу. Вот эта штука странная, да, она на самом деле поворачивается, и вот тут вот находится микрофон. Если я сейчас со своим микрофоном, который у меня вот здесь есть, сюда зайду и буду разговаривать, звук будет совсем другой. То есть это экран для записи звука. И получается, комната как бы разделилась у меня на две части. Студийную такую, то есть здесь техника, все такое серьезное, свет, и на эстетическую. Давайте прямо сейчас его отправим убираться в гостиную. Это на самом деле такой шкаф, в котором хранится вся, вообще вся моя техника. Тут хранятся туннели для киски Алиски, я их достаю периодически поиграть. Лежаночка покемона, коллекция вся покемонов всяких разных. Юмичу, да, узнала свою коллекцию. А еще есть вот такая вот штучка, это копилочка. Смотрите, у меня есть 10 рублей, я сейчас их сюда положу. Батарейки садятся. Вылазит покемошка и забирает эту монетку. Так это прикольно. Я люблю, когда все аккуратно везде разложено по коробочкам. Тут вот тоже покеболы и всякая гора покемонов разных, только уже не мягких, а тверденьких. Здесь вот такая вот очень большая коробка, в которой я храню разную технику. Вот такая вот здесь мелочевочка хранится. И тут тоже. Тут лежит хромакей, это такой специальный зеленый фон для съемок, когда можно делать как будто графику. Вы наверняка видели, когда типа показывают, как снимала или фильмы. Я сама этот шкаф спланировала в Икеа специально так, чтобы вот, например, вот здесь у меня хранились длинные предметы. То есть я здесь не сделала полку, здесь хранятся штатив, гитара. Вообще, на самом деле, когда у меня, я не пользовалась вообще роботами, у меня приборка занимала где-то вот одной только комнаты. В доме вот этой даже, причем она самая чистая из всех, занимала где-то, ну, час, наверное. Сейчас в два раза меньше, точно. А вот тут, вот в этих двух частях, здесь уже другое хранение, здесь у меня тоже... Ну, то есть здесь все техника, я не буду вдаваться в подробности, куча всяких разных проводов. А наверху у меня лежит то, чем я довольно редко пользуюсь, то есть я туда заложу редко. Какие-то сумки собачьи, которые с собой в поездку берем. Здесь я поставила вот такой вот красивый стеллаж. Мне сейчас вообще нравится вот этот вот экологичный стиль. Бамбуковая, какие-то перышки, цветочки, такие нейтральные цвета. Я не сказать, что его прям совсем закончила декорировать, но, скорее всего, примерно так все и будет. Вот эта штучка ездит. Тут лежат книги. Вазочка, такие вот корзиночка с пледиком. То есть это больше как декор используется. Я всегда мечтала что-то такое вот здесь поставить. Джутовый ковер, это тоже такая экологичность придает, сочетается вот с этим всем. А здесь уже такие как полочки, они соединены. Но я больше всего горжусь тем, что я все это собрала сама. Ну, здесь сейчас, например, да, просто в основном какой-то декор. Книги, которые я собираюсь прочитать или прямо сейчас читаю. Вот такая прикольная деревянная тарелочка с украшениями. На самом деле они ароматические, они очень вкусненько пахнут. Вот в этих вот шкафчиках, они такие как металлические дверки, раздвигаются. И вот здесь я устроила для себя зарядную станцию, то есть чтобы все провода, все мои зарядки от микрофонов, от фотиков, от всего были вот там вот внутри. Это такие закрытые места, в которых спрятано то, что больше всего глаз минималиста, интроверта, очень меня это раздражает, вызывает во мне стресс. Поэтому я всегда все такие вещи прячу куда-то. Кресло массажное огромное стоит, оно переехало. Вот оно, кстати, давно было у меня, оно только стояло в другом месте. Диван вы тоже уже могли видеть, сейчас он переехал под окно. На нем, как всегда, кто-нибудь спит, на нем постоянно кто-нибудь спит, то собаки, то кошка. Я вот купила такую прикольную подставочку тоже очень классную. Под цветы она трехуровневая и за счет этого такая классная композиция получается. В принципе, я пропылесосила здесь все полочки и получается все. В этой комнате у нас порядок, наконец-то. Так что я сейчас пойду убираться в комнату питомца. Здесь у меня вот такая вот подставочка. Я просто еще не придумала, куда повесить. Вот сюда еще вставляется вот эта штука и оно вешается на стену. Я скоро повешу его. И это очень удобно, что получается все насадки у него вот здесь. Никуда не надо за ними ходить, нигде их складывать. Они прямо вот тут вот лежат. Это тоже новая модель. У него тут, видите, такой вот экранчик. И на нем написано, сколько процентов заряда у него. Это тоже очень удобно, потому что не разрядится он в любой момент. И всегда видишь, сколько у него зарядки осталось. В их комнатке я убираю именно ручным пылесосом, потому что тут всегда... Ну, это просто удобнее. Тут реально всегда очень много грязи, пыли и шерсти. Потому что они с прогулки заходят сюда. Здесь сушатся. Здесь же они кушают. Прикол, что дети все не уходят, хотя дверь открыта. Они все залезли в домик, сидят там. Одна Юмичу только ушла вот туда подальше и сидит там. Она больше всех, кстати, не любит пылесосы. Кстати, у него есть три режима уборки. И это вот здесь вот на индикаторе именно видно. Вот они. Вентиляторики. Раз, два, три. Самый экологичный полтора часа можно убираться. Это реально очень много. Это даже слышно, если я буду сейчас их переключать. Этот вообще просто фигачит мощно, реально. Не надо бояться. Это просто пылесос. Всего лишь пылесос. Ничего страшного не происходит. А можно здесь нажать вот такую кнопочку. И все, ты отпускаешь пылесос, а он работает. Он продолжает пылесосить. Это тоже реально крутая штука, потому что у меня в прошлом пылесосе ее не было. И постоянно пальцем просто ты зажимаешь, и у тебя уже палец занимает держать этот пылесос. А здесь очень удобно это сделано. Осталось пропылесосить лежаночки. Для этого тоже есть такая прикольная специальная насадочка. И вот плюс этой насадки в том, что она не просто мусор засасывает. Она вот даже самую мельчайшую такую пыль убирает. Это значит, что аллергены все наши, а аллергены это штука опасная, от них куча может всяких болезней. Я не понаслышке знаю, у меня у самой постоянно какие-то аллергические реакции. А, давайте я вам покажу, как это работает. Сейчас специально для нашего эксперимента опустошим контейнер. Это, кстати, очень просто. Тут вот такая кнопочка. Раз, и все. И когда я пылесошу вот этой насадкой, специально тут включается фильтрация такая мощная. И если я сейчас проведу по пылесошу чистое, уже вычищенное кресло. Я сейчас открою контейнер специально тут на полу. И вы офигеете. Даже я, мне кажется, офигею. Пыль. Такая вот серая. А, я в шоке. Сколько там этих клещей и аллергенов. Там, где ты была... Я была уверена просто, что это чистая мебель. И хочешь, я из тебя всю пыль и всех клещей высосу. Сейчас переходим в гостиную. Кстати, А6 я покупала в том же самом магазине, что и С5. То есть я в описании, и все ссылочки, кому надо, оставлю. Так я приучила собак к роботу-пылесосу. Я клала на него вкусняшки. Они с него их ели. В итоге любое существо, когда ему какая-то штука дает вкусняшку, вкусняшку поймет, что эта штука очень даже добрая. Тут уже, кстати, видите, пол мокрый прям. Он его прям помыл, пропылесосил и помыл. Сейчас я его на паузу поставлю. Кто это такой? Покажи. Покажи, покажи. Да, молодец. Как я сказала, все в приложении можно делать. И вот здесь вот у него в настройках есть таймер. Я просто этим постоянно пользуюсь. Вот здесь запуск, да, и ты ставишь время. Я выставляю чаще всего утро и вечер. То есть, ну, расписание можно сколько раз повторять каждый день. Кто смотрит наши ролики, тот видел и помнит, что практически полтора года у нас телевизор стоял на другой старой такой тумбочке. Вот, поэтому я очень рада, что она у нас появилась. Тут прикольно, что хранится вся моя техника, которая используется именно с телевизором. И вот здесь вот тоже всякие провода, пульт управления и так далее в этих ящиках. И еще здесь покупочка в гостиной, наконец-то. Это стулья барные. Причем изначально я хотела такие мягкие стульчики, которые... Киза, Алиса, я запрещаю тебе ходить по столу. Нельзя. Нет, нет, нельзя. У них ножки металлические. Ну, то есть, мне нравится, как они стильно выглядят. И при этом они вообще практически не занимают места. И не бросаются в глаза, то, что они здесь за стойкой. Знаете, почему эта бешеная кошара ходит тут и орет? Потому что она очень хочет шляться, пойти на улицу. Ей не нравится сидеть дома. Сейчас спрячу мячик. И пока они тут будут его искать, пойду установлю в их комнату скрытую камеру, чтобы узнать, кто же творит беспредел вечером. Где мячик? Где мячик? А где мячик? Поставлю камеру вот сюда. Скрытая камера будет все снимать, а вечером мы с вами посмотрим и увидим в лицо, в морду этого нарушителя порядка в доме. А пока меня не было, мячик-то нашли? Кто нашел мячик, а? Кто? Вообще я песиков часто выпускаю на прогулку в течение дня, но сейчас мы вместе с вами отправляемся с ними на тренировку обязательную ежедневную. Возьмем с собой робота и кое-что проверим заодно. Вообще у меня у предыдущих пылесосов была такая проблема, что они вечно где-то застревали. А вот этот вот, он нигде не застревает, потому что типа у него очень такие чувствительные сенсоры. Типа он настолько умный, неглупый, что он не поедет с лестницы, не может никак упасть. Все, он не едет. Смотрите, я нажимаю прям вот, чтобы он прямо ехал в приложении. То есть вот, я его могу повернуть, я могу его повернуть в другую сторону и отправляю его вперед, и он никак не может съехать отсюда. У нас тут трактора, видите, ездят, сад разрабатывают, поэтому может быть очень шумно. Сейчас я переоденусь. Цензура. На самом деле я очень часто хожу, вот как сегодня, то есть я встала и весь день вот так вот хожу. Зато честно. Сколько бы мы не пробовали способов, что только мы не делали для очищения этой воды от ржавчины. Вода сама по себе, вот видите, она прозрачная, прекрасная, но вот эта ржавчина, она все равно там оседает. Сегодня солнечный денек, на нашу радость. И вода вообще не холодная в бассейне, я рукой потрогала. Прежде чем нам отправиться в большое плавание, нам нужно хорошо натренироваться, стоять на доске, вообще ее не бояться и в том числе уметь, если вдруг что произошло, доплыть до берега. Я буду вместе с собаками плавать прям по реке, с веслом. И все они будут стоять вот здесь у меня. Вот Софиша уже практически нормально себя чувствует, кушает вкусняшечки. Мишка уже даже ходит по доске. Юми и Эйвен больше всего переживали, больше всего боялись. Уже лучше, уже кушает вкусняшки, уже не так боится. Вставай, давай. Вот молодец. Молодец. То есть мы прям уже все. Юми уже ходит. Молодчина. Уже легла просто такая на сап. А вот Эйвен даже с первого раза, он уже лучше себя чувствует, но все равно немножко для него процесс этот нервительный. А вот представьте, ребят, волны на речке. Волны. На речке могут быть волны. Мы будем трястись. Вы должны держать равновесие. Вот молодцы. За время наших тренировок Юми Чу научилась запрыгивать в бассейн сама. Иди сюда, скорей. Думаю, может устроить соревнование по прыжкам в воду. Лайк, если хотите такое. А у Эйвена периодически начало получаться плавать гораздо лучше, чем раньше. Не так разбрызгивать воду и стучать по воде лапами. Смотрите, как аккуратненько он плывет. Софи уже практически профессионально находит и хватает в воде мячики. А Мишка находит неглубокие места, останавливается у бортика, делает передышку и плывет дальше. Я считаю, это прям вообще супер. Вот молодец. Ай, красавица. Ай, молочиночка. Последний парный заплыв во время дождя. Мы должны закончить это. Давайте, девчонки, плывите. Вот молочины, девочки мои. Плывите сюда. Ай, молодцы, красавицы. Умницы. Умницы. Я сама вообще насквозь, просто насквозь мокрая. Смотрите, как ребята хотят сушиться. Да? Кто хочет сушиться? Кто хочет сушиться? Посмотрите. У Васьки приступ, он задыхается. Такое бывает. Кто хочет сушиться? Посмотрите на Ивана. Посмотрите, кто такой весельчак? Кто? Кто? Кто такой весельчак? Кто? Кто? Бабу, бабу Софи. Это баба, баба Софи. А это баба Миша. Баба Миша. Так, сейчас поставим разогреваться духовку. Для нашего обеда помидорки черри, местная наша настоящая индейка, не из магазина, перчики, кабачки. Алиска тоже тут капризничает. Софиша уже здесь поджидает вместе с Юмичу. Сейчас нарежем вот овощи все и все остальное. Ну вот скажите, смотрите, это к теме уборки, да? Откуда в этих шкафах постоянно берется вот этот мусор? Я не знаю, у вас так же или нет. И вот это реально лайфхак для меня лично, находка. Просто пылесосиком вот этот мусор весь я собираю. Причем он пылесосит не только вот такой вот мелкий мусор, но и крупный мусор тоже прям берет хорошо. Я заодно здесь просто пропылесошу сразу. Видите, сколько крошек от тостера. Софишка тут уже облизывается, да? Вкуснятиной пахнет. Да, мяско. Сейчас устроим небольшую дегустацию мяска. Свежее мяско, да? Вкусненько. Юмичу, смотри, какая вкуснятина. Ай, вкуснятина. Давайте и Васику дадим попробовать. А! Юми, вот это наглость, вы видели? Она просто кусок мяса мне из рук вырвала. Эй, Вана, кусочек. Юмичу, кто такой сюрикатик? Мишань, тебе тоже твой кусочек. Смотри, чтобы никто у тебя не отобрал. Смотри, какой кусочек мяски. Алиска тоже мясо кушает. Ну, пока Алиска кушает, я буду нарезать дальше наше мясо. Эй, 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 на стол нельзя. Нет. Перчик будешь сладкий? Зелененький? Будешь. Юми все будет, походу. А кусочек теле будешь? Чуть-чуть, чуть-чуть совсем. Юми просто всеядная. Все, что ей предложили. А, нет, кабак есть не стала. А вегетарианскую еду будете? Нифига они на самом деле не стали есть, они все пожевали и на пол бросили. Кстати, очень многие собаки любят растительное масло. Они помогают мне готовить, они должны все дегустировать. И иногда растительного масла немножко собакам, в принципе, даже полезно. Масло, масло, масло. Они готовы эту ложку прям облизывать, облизывать своими длинными языками. Сейчас я все это еще посолю, поперчу и добавлю немножко хмели-сунели, так вот, для аромата. Сейчас поставим в духовку на полчаса. Я сейчас еще сделаю генеральную уборочку у улиточек, но показывать я вам не буду, потому что, посмотрите, вот это вот, вот это вот, это самые маленькие. Маленькие. Они уже размером с мою руку две улиточки, а всего у меня их семь. И представьте, что если вот эти самые маленькие, то какие большие, они реально гиганты. И я хочу устроить, сделать видео гонки улиток. Мне кажется, это будет очень клевый челлендж. На самом деле, это строительные барышки. Ой, у меня глаз запотел один. Выглядит классно, кстати, и пахнет прям вкусненько. Пусть остынет немножко. Кто хаустуры смотрел, я сняла все шторы в доме. Я их все постирала. Это был большой труд, на самом деле, высушила. Чтобы они сели. Потому что они и так у нас короткие. И нужно, чтобы они вот стали такими, какие они есть. Чтобы швея дошила им ту длину, которая нам нужна под наши потолки. Потому что потолки очень высокие. Но самая главная проблема всех шторы ковров в доме, это киса Алиса в первую очередь. Наша киска Алиска, как, наверное, любая кошка, напишите в комментариях, если у вас не так, очень любит подоконники. Она, во-первых, на них спит, а вот здесь она постоянно по этим подоконникам в кухне ходит и что-нибудь выклянчивает, орет. Дай пожрать, дай пожрать. И из-за этого вот трется об эти шторы. И все шторы в итоге в ее шерсти. Вот, видите, сколько шерсти на шторе? Ну, их я тоже вот этим вот пылесосиком пылесошу. И все прям получается вообще идеально. Чистые шторы без единой шерстинки. Я сейчас села обедать, и вы посмотрите, что происходит под столом. Просто вообще Юми в наглую попрошайничает. При том, что я никогда своим собакам за всю жизнь со стола ни крошки не давала. Я беру вилку с кусочком мяса и следите просто за лицом Софии. Софиш, Надежда умирает последней, да? Очень вкусненько. Я вообще обожаю вот все запекать. Пишите в комментариях, продолжайте писать, что вы любите кушать на обед, завтрак и ужин. Какие ваши любимые продукты, вкусняшки? Алиса, смотри, твою шерсть убираю. Ее любимое место – это вот этот вот ковер. Она бесконечно, мало того, что она его все время дерет, она еще и здесь все время валяется. И постоянно здесь все в ее шерсти и пыли, да? Козявка. Я пылесошу пол и как только я перехожу на ковер, он его обнаруживает и автоматически сам усиливает мощность и начинает просто вообще дико сосать. А Алиска так и наблюдает. Включаем вот эту вот блокировочку, отпускаем палец и все, можно пылесосить. Сейчас сниму смешную сториз, как Алиска моется в Инстаграм. А может быть, что-то даже пойдет в ТикТок на озвучку нашу. Алиса, 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 Маньяк с топором идет. А теперь, смотрите, я просто пойду в сторону кухни. Кот очнулся, то есть просто так я тебя ору, зову, ты не идешь. А как речь о жрачке? Алиса прям вовсю урчит, да, мяукает, да, да? На, кушай. А кто-то и тут попрошайничает. Софиш, ну че такое, а? С5, кстати, сейчас продолжает уборку по своей карте. И вот он доехал до коридора. Уровень воды в резервуаре самый высокий. То есть можно сделать средний, низкий, но здесь стоит самый большой и самая мощная уборка. Самый основной вход здесь чаще всего, больше всего грязи, обувь, постоянно заходим, песок, пыль, все такое. И вот здесь он прям убирается супер тщательно. Вот, смотрите, он как раз прямо сейчас закончил уборку в коридоре и поедет сейчас в другую комнату. Вот они все туда вчетвером зашли. И кто-то из них это сделал. Кто-то из них это совершил преступление. Сегодня особенный день. Сегодня мы поставили туда скрытую камеру. И сейчас при помощи нее мы увидим, кто же это делает. И так скрытая камера стояла там очень долго. И очень долго ничего особенного не происходило. Но в конце концов это опять случилось. Все собаки находились в комнате и Миша в наглую при всех просто взяла и написала посередине. Вот так просто взяла и сделала это. При том, что гуляют они часто. Гуляют всегда все вместе. И никто из остальных собак не позволяет себе ходить в туалет дома. Дело совсем не в том, что она не могла стерпеть. Она сделала это нарочно. Она берет и писает прямо перед ужином. Недалеко где-то. Она не делает это в течение дня. Она делает это вечером. И я поняла, что на самом деле она делает это не просто так. Я же мэджик. Когда я готовлю еду, я говорю о туалете. Все верно. Все правильно. Скорее всего она когда-то написала. Помните, был такой период времени. Я даже снимала ролик, когда Миша. И я, видимо, их через какое-то время, недолгое, покормила. И она запомнила, что получается. Я хожу в туалет, и потом меня кормят. Мягкий сыр, творожный. Я буду делать такой салат с помидорами. Короче, на самом деле, это такой ее способ манипулировать мной, человеком. Она делает это абсолютно осознанно. Это не какая-то вредная привычка или что-то. Она сказала себе, все, я писаю и меня кормят. Так я требую еду. Так я требую меня покормить. И сейчас моя задача, по сути, это избавиться от такого подобного ее негативного поведения. И эту проблему мы будем решать в ближайшее время. Я обожаю всякие вот такие итальянские, скажем, сочетания. Базилик, помидоры, сыр. Я еще сейчас оливковое масло сюда налью. Хлебушек обычный. Аня, как всегда, рукожок. У Роборока у них очень круто, что они зарядку держат очень долго. И получается, что он может весь день где-то лежать рядом со мной. То есть я хожу, брожу, с собой его переношу, где-то что-то делаю и сразу пылесошу. И мне таким образом не надо его таскать обратно на зарядку, класть. Вот этот вот базилик, который я сейчас достала, он вырос у нас. О, прям такой ароматный. Это наш базилик, наш родной. Я надеюсь, скоро, когда у нас будет сад, у нас будут свои помидоры и огурцы, и вообще все свое. Что по прошайке, а? И сейчас налью масло оливкового, именно экстра-верджин. То есть такое, холодного отжима. Очень вкусно! Я отвечаю просто. Я могу вот это вот даже не вилкой какой-то, как приличный человек, а вот просто вот так вот перемешать, и у меня слюни текут. А кому-то тоже уже пора, время ужинать, да? Вообще нельзя гулять сразу после еды. То есть собаки сначала кушают, а потом им нужно какое-то время полежать, чтобы желудочке все улеглось, переварилось, попить водички. Вот видите, какой фонтанчик я им поставила. То есть вода не застаивается, она все время течет. Алиска периодически тоже приходит сюда поиграть с этим фонтанчиком, я видела. Давайте, кушайте все. Последнее место, где мне надо убраться, это в машине, потому что внутри очень грязно. Все-таки мы живем за городом, там все время какая-то пыль, грязь, с ног, всякие иголки, какие-то ветки. Что ты в комментариях уже заметил? Блин, комары уже начинаются, сейчас вечер уже. Что, Аня, у тебя же новая машина, а ты нам не рассказала. Действительно, я же мэджик. Нормальные блогеры про это отдельное видео снимают, а я даже не рассказала. Джип, Гранд Чироки. Пока что никак его не зовут, я его называю Акуленыш, потому что у него там сзади такой на крыше плавничок, его отовсюду видно. Из-за того, что у нас здесь за городом нет всяких вот этих вот моек, я постоянно сама в машине прибираюсь. И все, сама пылесошу этим же робороком. Кстати, удобно то, что у него здесь есть вот такая вот штука, видите, такой шланг, как телефонный провод. И здесь удобно за счет этого им убираться, залазить во все местечки, всякие крошки пылесосить. Просто у меня, например, есть привычка, если я не за рулем, а на пассажирском сидении, я обязательно что-нибудь в машине жру. Поэтому, как настоящий мэджик, поэтому у меня здесь всегда крошки в сидении. Можете нас поздравить, нашу всю мэджик-семейку с таким вот приобретением, нашим личным новым белым джипиком. Вот в нашей семье Юми это вечный последний герой. Последняя вышедшая из-за стола. То есть все доели, София уже ушла, Иван с Мишей тут отдыхают, а Юми с этой миской до сих пор ничего не съела. И самое смешное, это когда ты ей говоришь, Юми, ешь, быстро! Она начинает быстро есть. Смотрите, я сейчас спрячусь, и она выглядит, чтобы я ей сказала. Юми, ешь, а ну быстро ешь! Это можно бесконечно продолжать, пока она не съест. А еще Юми смешнее всех собак реально жует. Покажи, покажи, как ты кушаешь. Чавк, 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 чавк. Вот так она прям чавкает, открывает рот полностью. Иногда даже у нее вываливается еда. Но на самом деле, если ее не трогать, она либо сама доест, либо бросит уже и не будет доедать. Потому что она вообще такой, ну вот, очень мало кушает. В общем, он закончил уборку, он сейчас поедет на свою станцию. Мы ему мешаем. Юми, разойдитесь чуть-чуть. И мы с вами посмотрим, сколько мусора он за всю эту уборку собрал в доме, где живет 5 питомцев. Вот, например, сегодня он убирал влажную уборку, делал. Посмотрите уже, насколько грязная тряпка от одной влажной уборки, при том, что я каждый день его запускаю. Аааа! Он еще комментирует все мои действия. Вот столько. Полный бочонок у него за раз. За одну уборку он собрал, и в основном это реально шерсть. В общем, мы вышли на вечернюю прогулку. Надо было мне что-нибудь надеть, помповое ружье, в котором шарики, мячики. Я сейчас буду стрелять. Ай, молодец! Вот умница! Где мячик? Эйвен прибежит. Эйвену выстрелила мячик. А Миша потеряла мячик. Давай, Софиша! Эйвен! Отбей! Вот молодец! Отбей! Нет, это ты словила! Не получишь. Отбей! Молодец! Мы пошли домой. Я смотрю, Софи нет. Верну, возвращаюсь, смотрю. А Софи пытается достать мячик из ружья. Помповое. Она не понимает, как так. Как это оставить тут мяч? Она пытается реально выковырить. Как это? Как это? Говорит. Там же вылетали мячики. Я хочу мячик достать. Софи пытается выстрелить из ружья, чтобы достать мяч. Довольно? Довольно, да? Я сейчас пару часиков помонтирую. Мне нужно кое-что, кое-какое видео сделать на другой канал. И прикольно то, что когда я сажусь работать, всегда собаки приходят в эту комнату и всегда вот здесь где-нибудь по углам со мной. Юмичу пытается не уснуть. Реально уже устала такая. Глаза закрываются, голова падает. Но нет, нет. Надо все держать под контролем. Мы с пупсиками досмотрели последний сезон сериала, который я все это время смотрела. И на него подсела. Мост называется. Алиска нам все время мешала. В общем, я все время, когда смотрю фильмы, ем какую-нибудь вкусняшку. У меня есть такая привычка дурацкая. Я на самом деле хочу от нее избавиться. Напишите в комментариях, вы что-нибудь кушаете, когда смотрите кино и сериалы. И какие сериалы и фильмы вам сейчас нравятся. Ночью уже прям перед сном вышли на последнюю прогулочку. Дети в туалет должны сходить. А у нас тот фонарик такой вечером горит. Какие ямы нам сегодня наперекопали. Огромные вообще. Капец. Все. Ну прям вот на пять минут мы выходим. И в кроватку. Я еще могу почитать книжечку иногда. Но сегодня что-то день был слишком насыщенный. Проверяйте описание ролика внизу. Посмотрите на софишку. Она пузом кверху лежит. Там много всего интересного и полезного. Спокойной ночи. У кого-то может утро, на самом деле, когда смотрят ролик.